В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В черкесе кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10, температура ночью 16-18, а днем 24-26 градусов тепла. Впервые в Черкесии состоялся региональный фестиваль, посвященный Дню молодежи. Более 5000 человек стали частью мероприятия. Организаторы подготовили интересную культурно-развлекательную и спортивную программы. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Главной площадкой проведения фестиваля молодежи стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Участие принимала вся молодежь нашей республики в возрасте от 18 до 35 лет. Развитие творческого потенциала молодежи, вовлечение в общественную жизнь, объединение людей разных интересов является целью молодежного фестиваля. Это новый виток в истории молодежной политики, поделился Амиран Зугов. Также он отметил, что этот праздник не только для молодежи, но и для наставников, ведь они двигают молодое поколение в правильное русло. Будет, пожалуй, вся активная молодежь Карачаева Черкесской республики. И в заключение этого вечера искренне желаю всем побывать, это увидеть. Организовываем огромное мероприятие, за что большое спасибо Министерству по делам молодежи и всем партнерским организациям. Различные станции встречали гостей фестиваля, художественная выставка, пленер, фотосушка, книговорот, авто- и мотовыставка и многое другое. Каждый мог выбрать занятие по душе и провести время весело и беззаботно. А для тех, кто любит рисовать, организовали станцию пленер. На молодежном фестивале на станции пленер каждый может нарисовать все то, что он захочет, и оставить свой след на плакате. Для любителей автомобилей и мотоциклов организовали выставку, в которой были представлены как раритетные, так и современные виды транспорта. Все это очень интересно для молодежи. Ребята пришли на фестиваль в хорошем настроении. В планах у них посетить IT-викторину, открыть для себя что-то новое и, конечно же, познакомиться с теми, кто разделяет их интересы. А как вы вообще будете проводить День молодежи? Хотелось бы, конечно, его провести достойно, и поэтому мы, в принципе, сюда и приехали. Хорошее мероприятие, все обустроено с высшим классом. День молодежи – один из самых ярких праздников лета. Организаторы подготовили мероприятие на высшем уровне. Поделился руководитель Стабропольского центра развития молодежи «Кредо» Рустамбек Батчаев. Нам очень приятно, что в Карачао-Черкесии, на нашей родной территории, проводятся подобные мероприятия. Очень масштабные, очень крутые, очень интересные. Вообще, Министерство молодежной политики, я думаю, очень круто работает и очень хорошо, что оно появилось. И молодежь, в Карачао-Черкесии, я думаю, получила новый импульс к развитию. Этот день для молодежи станет самым запоминающимся, ведь молодое поколение получило массу эмоций, провело его весело и беззаботно. Всем удалось как следует отдохнуть и развлечься. На протяжении всего дня продолжались массовые гуляния. Завершился вечер праздничным галоконцертом. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день рыболовства. Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого никогда не забудет. Процесс ловли рыбы настолько увлекателен, что со временем у новичков он нередко перерастет во всепоглощающую страсть. Ведь только по-настоящему увлеченные люди ради того, чтобы увидеть или ощутить поклевку рыбы, могут забираться в очень отдаленные и глухие уголки, часами мокнуть под дождем или стынуть на морозе. Сегодня прямо с утра удочку на плечо и на рыбалку. Сегодня и день рождения банкомата, очень необходимая для всех устройства. Кстати, есть в мире банкоматы, которые выдают золотые слитки и монеты. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкезовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова